В рьяных попытках оправдать свою автохтонность на территории Азербайджана лица армянской национальности, некогда перемещенные имперскими силами в регион, на протяжении более двухсот лет пытаются исказить и переиначить понятия, топонимы, наше культурное нематериальное наследие, музыку, а в совокупности и всю историю страны огней. Во время последней поездки команды «Калибр» в Шушу мы столкнулись с множественными шокирующими, бесчеловечными, а зачастую абсурдными фактами армян повлиять на ход мировой истории. Мировой, потому что азербайджанская Шуша является одной из неповторимых и ярких жемчужин ее ожерелья. Культурную столицу Азербайджана неспроста назвали городом родников. Первый источник, встречающий утомленного путника на входе в культурную столицу Азербайджана, стоит прямо за гянджинскими воротами, но напиться из него не получится. Вода в источнике, построенном на средства Расибала Закария Аглы в 1854 году, оказалась солоноватой из-за обилия минералов. Поэтому местные ее так и назвали – Шорбулаг. Соленый источник в переводе с азербайджанского тюркского. Наглое и безобразное вмешательство армянских вандалов в азербайджанское наследие начинается именно здесь, в десяти шагах от входа в город. Обратите внимание, как шлифовальной машинкой по камню на древних Китабе уничтожены все надписи, доказывающие, кто является истинным хозяином Шуши. Отношение армян к нашей культуре и истории Азербайджана отличается от преступлений террористов, разрушивших Пальмиру, взорвавших статую Будды в Бамиане или спаливших Мосулскую библиотеку лишь тем, что наидревнейшим отчаянно требовалось доказательство своей автохтонности на оккупированных территориях. Поэтому армянские оккупанты подходили к уничтожению азербайджанской истории с некой извращенной фантазией патологического маньяка, получающего особое удовольствие от содеянного. От сотен каменных истуканов-новоделов, созданных хаями из горных пород других регионов и преподносимых как исторические артефакты, до на гробе периода Кавказской Албании, на которой были добавлены надписи на армянском, буквально все тут является молчаливым свидетельством политики исторического террора в отношении азербайджанской Шуши. Весь этот арт-мусор, не имеющий стыковок по стилю и даже времени, должен был обезличить великолепный город-музей под открытым небом. Но что действительно шокировало из увиденного нами в Шуше, были находки в отчим доме генерала Саметбека Мехмандарова, о котором нам поведали азербайджанские реставраторы. Под накатанной армянскими фальсификаторами поверх оригинальной кирпичной кладки и деревянных перегородок толстой штукатуркой были спрятаны фотографии, записки, обложки книг, некоторые из которых удалось извлечь и нам. Трудно понять логику некой Розы Серапян, когда на вырванной странице календаря за 2015 год она пишет, внимание, 1862-й, восстание в Зейтуне, и 1890-й, первая резня в Эрзуруме. Или тех, кто спрятал тут корочку Дашнакской брошюры «Мысли о единстве» на Грабаре. Что это? Попытка спрятать в импровизированную временную капсулу информацию об армянах, якобы проживавших в этой местности, или что-то еще? Или же Армения, заминировавшая все оккупированные территории Азербайджана, пытается заложить и исторические мины? Так сказать, на будущее. Ясно одно. Те, кто вложил меж кирпичей фотографии, относящиеся к периоду начала сепаратистского движения в Армении и Карабахе, надеялись, что через определенное время это станет очередным лжедоводом в их пользу. Не вышло. Азербайджан силой оружия вернул Шушу и на фактах изобличил армянских фальсификаторов истории. Армения понимает, что после позорной капитуляции ей остается менять исторические реалии только на своей территории, поэтому Всехайский институт дезинформации, подлога и фикции уже начал работать над возведением нового псевдоисторического города, видимо, очередного внезапно найденного пресловутого Тиграна Керта. Армянские политические функционеры уверены, что наводил на останках разрушенного сосанитского города Дабиль 7 века, что в долине Агрыдага станет местом туристического паломничества и не жалеют иранского цемента и китайского двухкомпонентного клея для соединения каменных плит и колонн, разрезанных и обработанных на современных станках. Проект, выполняемый на средства Всемирного банка, должен доказать недоказуемое существование армянской государственности на территории Западного Азербайджана.